здорово это новая серия на канале мозаи дейли отходим от гонок и дрифта и переходим к скучному повседневу ребята заранее прошу поддержите лайком комментом репостом подписывайтесь на инстаграм кому интересно и погнали смотреть видос выезжаем деревне офигенная плотность потока на мкаде только что проезжал царь то недавно подписан у меня руль погрызен еще прошлом владельцем до перешива нет времени и денег по каждому сегодня уже следующий день пребывания в деревне если все по плану то сегодня даже два человека при мне на каллиграфии выезжая в березино за тещей и заодно там сломимся с первым человеком кто он сделать каллиграфию на такой бмв закроем пару дефектов капота а тут смотрите вымирающий вид какой редкий машинку сделали сейчас возвращаемся деревне как мы на месте тут у нас опелечек в raptor и интересно получится по raptor по рисовать или не получится сейчас узнаем апеллику тоже навелись только и теперь мы отдыхаем всю эту готовку и так далее не снимаю хотя если хотите больше таких этих деле подробностей напишите в комментариях буду снимать ну и в принципе теперь мы выезжаем возвращаемся в минск как мы собственно в минске и тут перекладывать кольта собираюсь по жидкие смотрите что припарковался 2 миллиметра до диска не делаясь так никогда это могла бы быть вторая бордюр к в моей жизни повезло короче зашел я в магазин иду такой вдоль дороги и его какая-то пушка лай поедет дикарейте на старых гольфах ух сейчас ситуация такая что решил поехать на октябрьскую так и едем с крупной поддержки 40 по городу мне сказали можно посидеть на этот уже катался как-то фоткали этот финик годик или два назад не двумя пальцами сейчас явно не втыкаешь вот такой пациентик у нас загрунтованным элементом частично сейчас здесь будем делать каллиграфию и скроем этот косяк тут сразу не отходя от кассы 406 моего как-то даже фотографировали сейчас будем делать вот тут вот вот тут вот красоту короче пыжика сделали оставите кого я здесь встретил о узнаете работку вот все нормально под дождем после моек ничего не смывается ну и на этом наше гуляние на октябрьской закончились еду домой а завтра драг в липках но про драг в липках у вас будет отдельная серия она уже скорее всего вышла поэтому то что снимаю сегодня выйдет уже после драга в липках и скорее всего после дрифта в логойске здорово это утро нового дня и начинается у нас поездки к забастикеру поменяем маечку который тогда выигрался м и на эльку огонь она уже сделана так сейчас увидим живую антошкин новый дизайн тачки а вот вот такой стиле чеку антохи на этот сезон получился как он сказал это не реклама найка просто ему так захотелось прикольно прикольно однозначно вид имеет вообще в принципе компакта без особых выпендрижей просто занижен просто хорошие диски которые подходят и вид классный поэлечка у меня антошки спасибо лайк но мы двигаемся дальше сейчас наверное напишу одному человечку которого есть джетя и без на гольфа и надо его забрать а точнее это накладки на арке серпы и накладки на порожки то что я очень давно себе хотел я думал может быть ставить бумераны если я не найду этого но мне реально очень хотелось накладки на пороге потому что я считаю пороге должны быть закрыты пластиками накладками это как бы и стильно и лучше для порожков не пескоструют их так и наконец-то я нашел так что в принципе проблема и вопрос что будет какой вес какие серпы на моей машине решен все также идет по планам созвонился с сашей он скоро будет на месте поэтому я выдвигаюсь ему и заодно покажу вам крутой гольф мк2 но пока что сашу уже примерил маечку забаститера вот такая она прикольная элечка мне размерчик больше нравится чем м к и хоть и не боевист но я очень рад носить майки своих производителей потому что ребята мне кажется надо поддерживать друг друга особенно это относится к хейтерам поддержите белорусского производителя поддержите антошку забаститера поддержите меня на крайняк автокульт не китоса ведь мы же все одна семья ёпарас это жопу зависть надо взаимопомогать кстати у антошки есть разные дизайны на трассу там подбор бананов кто в теме вот их можно все приобрести так что пишите что антошки забаститер в инстаграм а вот какая пушка блин цвет бомба честно говоря через камеру вижу что он голубоватый а так он такой бирюзовый офигенный здорово погнали такая пушечка но даже центральный замочек ручки уже другие у меня с этими старенькие пальчиками перехода нету но здесь он более голубой а тут он вообще зелененький такой салончик прикольный вак спорт motorsport рулечек о дидефис мечта большинства вага дрочеров ухты перешит салончик красную строчку ну датчики само собой блин кайфово вообще очень кайфово сделаны сзади салон отсутствует нафиг он нужен поддерживаю этот спойлер нравится не помню что за бренд но на крышечку багажника прям максимально гармонично смотрится оптика некая альтернативная но смотрится кстати прикольно похоже на редблэки но светится диодиками как будто бы здесь кайф какие трушные десули роналы аэро 16 не знаю как точно называется что прочитал ты сказал переди оптика тоже линзованные альтернативные не орига но тоже в принципе ему идет класс один из образцовых гольфов я бы сказал че это депо ребята просят что под капотом потом у нас даже с мотором вот амортизаторы стоят ребята а так а бф к 150 сил бензин чик товар у нас багажнике накладочки на породе серпы едем в гараж но гольф меня этот бирюзовый да назову бирюзовым реально впечатлил очень красивый саша респекте за построенную машину реально прямо вас радует максимально а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Многие спрашивали, что Толедо стоит, типа это что металлолома, ага, стояла фиг знает сколько, завелась спокойно, и что она может перевести вот все вот это, с полтычка, опа, спортивка, стенсуха, смотрите какой фит, вот это мы даем, Так, в комментариях напишите сколько килограмм здесь и сколько нам бабок за это дадут, понимали, поездка будет очень интересная, учитывая наш клиренс и выхлоп Приключения Загрузка по полной Сейчас на Toyota Tires как дадим с ланча Ребята, вы просили сделать обзор на какую-нибудь тачку, сейчас начнем мы с Seat Toledo Итак, тачка 92 года, 1.8 GT версия, 16 клапанная, 125 сил Тобель идеально подходит для перевозки металлолома, потому что задняя подвешка, когда опущена, катится все равно и даже не шкряпает По комплектации электростеклоподъемники работают Адресный телобовое стекло шло с завода Идеальный аэродинамикник узел Рабочая приборочка с МФА Смотрите, все переключается Ого, расхода достал 62,4 В автомобиле просто расход начинается от 100 литров и падает То есть, когда вы проедете 100 км, получите реальный расход вашего автомобиля Музыка отсутствует, дабы облегчить автомобиль, потому что музыка для слабых, можно петь себе под нос песенку Автомобиль оснащен с завода 5-ступенчатой коробкой передач, которая может разогнать вашу машину аж до 5-й передач В спидометре у нас присутствует скорость 260 км в час Проверять мы это не будем, как минимум с металлом С металлом разгоняется 220 без проблем За столько лет эксплуатации автомобиля не работает только гудок, но это херня О, сейчас у нас будет переезд Опа, опа, стенсуха А вот там вот уже, видите, гатова Люк, пожалуйста, убирайте Усилитель, ключ даже присутствует в комплекте Машинка, кстати, на базе Гольфа 2-го, так что уточки, все, тут можно поставить сколько отсюда Тене Назовем их ВАГ-Спорт Толедовский Электро, регулировка зеркал Одни стекла, кстати, здесь тоже электро И в тачке очень удобно, что стекло поднимается с крышкой багажника Итого, это, в принципе, лифтбак кузов и погружать сюда что-то очень удобно Вот на таком вот клиренсе спокойно можно передвигаться вдома на автомобиле На Тори Тайрсах Видите, такой вот вещь GT 16V Фетишная ништячка Что по клиренсу? Пожалуйста, пожалуйста Смешка по кузову ЛКП багажника Отсутствует Ниарки Порожки Визуально есть, но нет Ниародные не варились Не крылья Извинили Тачка Заглопит Вот, открылся Но не страшно С этой стороны, в принципе, та же самая история То мотор шепчет Ёпте В идеале То, что я говорил Лифтбэк Ребята, лифтбэк Клюшка багажника побита, но не умерла Ну, а теперь вот так Так, ну и говорю сразу Металла плюс стекла было 548 килограмм Короче, у меня сегодня новый опыт Мы будем разрисовывать большой-большой бус Кру уже делали, но баллонами А тут будем каллиграфию на мордочке мутить Сейчас все получится Ну и на этом я заканчиваю очередную серию Дейли будней Поэтому, если вам зашел видосик Поддержите лайком, репостом, комментом Вот мой инстаграмчик Спасибо всем за поддержку И пока!